Ну вы очень интересно рассказываете на самом деле. А нет, а не хотите, я просто вам эту фотку сброшу. А я ее могу. Ой, я все закрыла, все потеряла. Не будет такого качества, если переснять. Ну, пробуйте. Спасибо, милый, спасибо. Так, вот это дерево. И вот этот манюсенький, Балтик, да, называется этот отросточек? Ой, трясет, трясет. Вот этот малюсенький отросточек, значит, латвийский и литовский язык. Но они похожи, да, эти языки? Например, здравствуйте, мы говорим лабдиен, а литовцы говорят лабдиенос. Ну, и вот такие вещи. Как испанский и итальянский. Да, что-то там окончание меняется. Не все слова, когда литовцы начинают между собой говорить, я не догоняюсь. Да это можно застрелиться. Да, но мы говорили слова, которые показывают, что это как-то исторические одни корни. Угу. Очень интересно. Я знаю, что получить гражданство... Значит, когда вы вступили в Евросоюз, есть люди, которые получили, да, право по Евросоюзу путешествовать без визы. А люди, которые не имеют литовского гражданства, как они называются у вас? Гражданин без гражданства или как он называется? Не граждане. А, не граждане. Да, те, которые не граждане, да, они не имеют права вот свободно перемещаться. Ну, они имеют право на проживание и на работу здесь, да? А для того, чтобы получить гражданство, я знаю, есть особое правило, они должны выучить литовский язык. Да, у них должна быть, ну, хоть третья степень языка. И там, конечно, надо еще сдать какие-то экзамены по истории, латы и так далее, которые, может быть, не каждый латыш мог бы сдать, ну, так, если сразу без подготовки. Обалдеть. Поэтому мучают их там, чтобы укоренить там, поэтому, ну, да, но если они этот процесс проходят, сдают эти экзамены, и тогда им дают... Тогда им дают этот статус гражданства, да? Да, и тогда они уже все, сразу Шенгенская зона, все могут перемещаться без визы. Угу, понятно. Вот как-то так. Где живет Раймонд Паулс? Хотела же его найти. Была в Юрмале, думала зайти к нему в гости. Где он вообще живет? Ну, в Юрмале я знаю одно место. Он живет в Юрмале, да? По-моему, он богатый же человек. Ну, да. Поэтому у него... У него несколько домов. А Лайма Вайкуле? Если честно, даже не знаю, где... Ну, наверное, тоже у нее и там, и тут. Да, потому что она больше вне Латвии, чем в Латвии. Ну, понятно. Раймонд Паулс-то у нас в основном... У вас Юрмала, это как мы в Саммерхаус ездим. Мы живем в Стокгольме, а в Саммерхаус ездим на море. Я очень много россиянь. До сих пор с советского времени они тут приезжают, как на Саммерхаус. Ну, да, 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 да. Слушайте, я уже сроднилась с вашим планшетом. Так уже... Ой, забыла. Ой, как я невнимательно. Вы мне вышлите. Мы приедем, вы мне эту фотку вышлите. Хорошо. А так вот я задурила вам голову. Ой, так невдобно получилось. Уже планшетик за собой. Увела. Вчера был такой проливной дождь. Это ужас какой-то. Хотела взять экскурсию. Вот этот вот автобус экскурсионный, двухэтажный. Ну, куда? В смысле? Что там я увижу? Нет. Это осталось без автобуса. Ну, ничего. Зато я бы побывала в Юрмале. Мне очень побережье понравилось. Там так хорошо у вас. Очень много иностранцев приезжает. Ну, да. Сейчас до сих пор считается еще сезон. Ну, вы знаете, очень мало указателей на английском языке у вас. Я про русский вообще молчу, как бы. Ну, вот для иностранцев. Ну, никто же ваш язык не понимает. Я согласен. Ну, тут закачали права националисты, которые требуют по многим местам. Не, ну, вы живете на туристах же тоже, есть же это отрасль туристическая, которая приносит доходы. Не, я говорю, что это логически. Просто есть у людей амбиции, если они имеют власть заправлять, ну, такое случайное. Ну, понятно. Тут тоже одному надо было... Сделал такой кабак популярный, часто везут на такси. И ему надо было отчитываться перед комиссией государственного языка, почему у него называется кабак Ленинград. Но, вы понимаете, это все-таки политические манипуляции, к сожалению. Все понятно. Я шла-шла, еле нашла этот зал Дзиндери в Юрмале. Да. Там красиво уже сейчас. Что ж красиво все закрыто. Заткну закрыто, но... Три года шла, год собиралась, пока нашла. От станции я еле дошла туда. Ой, ну, непонятно, куда идти. Короче, ну, это я шучу так. Мой юмор не все в Латвии понимают. Вы более спокойные такие, я для вас как ураган. Ирма, ураган Ирма. Закрыто все. Сейчас же новая волна переместилась куда? В Сочи. У вас же она проходила. Это же было так стабильно всегда, традиционно. Финансовым очень для всех было бы. Конечно. Все закрыто. Я так хотела зайти туда, посмотреть. Никого. Ну да, сезон закончился в конце августа. Да вообще концерты там проходят, да, летом, постоянно? Да, просто каждый день. Ух ты. Там забито, и там в июле... Билеты заранее, наверное. В основном там... Русская эстрада. Под конец там, ну, латышская. Ну, по-моему, у них как раз вот 31 августа, как-то закрытие сезона. Все ясно. И там последний был в конце. Ну, так было каждый день. Какой-то концерт. Угу. Ну, в общем, на концерте я не попал. Ну, и сейчас. Решайте летом. Хорошо. Как минимум.